Новая история, долгая подготовка. Мы с вами определились с новой карьерой и с концепцией в голосовании, а в телеграм-канале выбрали домашнюю гостевую формы. И так, обо всем по порядку. Клуб, который я выбрал, называется Brimsdown Rovers. Клуб с прозвищем Сороки был основан в 1947 году и распущен в 2010. И на выбор больше всего повлияло то, что за него играл Дэвид Бэкхэм в молодежной команде. Поэтому при участии Бэкхэма и его торговой компании, занимающейся очками, мы возрождаем Brimsdown Rovers. И задача у нас стоит следующая. Выиграть АПЛ, Лигу Чемпионов, при условии, что можно подписывать только англичан. Вот наши формы и на третьей из них спонсором является Бэкхэм и его компания. Играть команда будет на родном стадионе Голдсдаун Роуд. Состав будет молодой и вливание в районе 5 миллионов евро, я думаю, вполне себе достаточно. Бэкхэм не поскупился. А пресса встречает главного тренера и по совместительству одного из владельцев клуба. Состав, конечно, не самый плохой, но полностью состоит из ноунеймов, что мы и будем исправлять потихоньку в течение сезона. Заглянем в свободные агенты и на старте здесь ни одного англичанина нету. Так что перейдем к обычным подписаниям. И первым новичком становится Беллингем, но не тот самый, а его братишка Джоб, 16-летний центральный полузащитник. В идеале, я бы хотел, чтобы по итогу они составили пару в центре поля. Так сказать, химия братьев в деле. Джоб нам обошелся в 930 тысяч фунтов. Следующий игрок, которого хочется взять, это правый фланг Гордон. 17 лет, 62 рейтинг. И предлагаем клопу 980 тысяч. Он запросил еще плюсом 1% за перепродажу в будущем. И таким образом, Гордон еще один основной игрок состава. Следующий это Чуковой Мэка из Челси. Тут уже рейтинг чуть побольше. 64, но и сумма трансфера составила 1 450 000. Четвертое приобретение, это уже атакующий полузащитник Алфи Дивайн. Игрок из Тоттенхэма за 830 тысяч. Поменяем схемку на 4-3-3 с атакующим полузащитником, чтобы Дивайн туда встал. Вот такой состав у нас получился на данный момент. 4 приобретения у нас произошло. И посмотрим, как они себя покажут. Нападающий Диккенсен с рейтингом 68. Надеюсь, что он нас не сильно подведет. Главное не забыть сменить план развития. Джобу поставим плеймейкера, чтобы качнуть слабую ногу. Среди молодежки нет англичан, поэтому никого подписывать мы не будем, даже перспективных игроков. Попробуем продать игроков, которые не соответствуют нашей команде и концепции. Первый игрок, с которым мы попрощаемся, будет из Судана. Тем более, что он уже и возрастной, 31 год. Я достаточно уверен в команде и посмотрим, на что парни способны. Соперником становится Гримсби Таун. А Бримсдаун начинает на своей площадке. Болельщиков пока что не так уж и много, но в любом случае мы к этому придем рано или поздно. Диккенсен совершает первое касание клуба за 13 лет с центра поля. Орси отдает на Хана. Тут такие финты мутит, но это не уровень 4 дивизиона. Два защитника сместились и оставили Орси в центре. Первый пропущенный мяч от Бримсдаун Роверс. Начало не задалось. Дивайн получает мяч на Диккенсона. Какой плохой удар. Опять Дивайн идет на обострение. Заброс на Гордона. Тот получает тоже удар. Какие же они слабые. Гримсби уже в штрафной. Как опасно получается. Один игрок остается. Мелор переводит в штангу и спасает в итоге. Закончилась встреча. Минимальное преимущество Гримсби. 1-0. Ну и что можно сказать по команде? Диккенс он мне абсолютно не понравился. С этим нужно что-то делать. По ударам было 3-3. Достаточно равная игра. Ну и после этого прощаемся с Джорджем Диккенсом. Отправляем его в Турцию почти за 2 миллиона фунтов. Ну и сразу же приобретаем нападающего в основу. Это чуть ли не единственный вариант среди англичан. Которые молодые и могут дать какое-то развитие. Но я не думаю что он прям надолго задержится. Это Даниэль Джебисон. Перешедший к нам из Шеффилда за 1 миллион 200 фунтов. Но самое главное что у него более-менее есть скорость. Сразу ставим его в основу. Рейтинг меньше чем у Диккенсона. Но надежды на него гораздо больше. Темп 84. А вот со звездами все очень печально. Он правша. Слева у него все плохо. Ну а мы встречаем следующего соперника. Он тоже Роверс. Только вот у Бримсдауна в название это не влезло почему-то. Опробуем нашего нового нападающего. Беллингем подхватывает мяч. Пас на Джебисона. Тут защитник от него оторвался. И это первый забитый мяч. Меньше 18 минут понадобилось новичку команды. Чтобы забить за свой клуб. Но это гораздо больше мне нравится чем предыдущий нападающий. Впервые за полчаса Транмер вырвался в атаку. Но здесь защитники накрывают очень хорошо. Меллар, ты сколько ростом? Полтора метра. Че такой маленький? Я раньше даже не замечал. Бримсдаун рвется на второй забитый мяч. Не выходит. Но тут пенальти ставит судья. Руки или нарушения не особо понятно. Чука подходит к мячу. Разбег в левый угол. Галкипер угадал. Джебисон. Отличный заброс. С левой получается. Должен был забивать игрок. И на добивание игрок Бримсдаун. Увеличивает преимущество до 2-0. Замена удалась. Хансен на границе штрафной. Пас на Дэйви. Тут никого рядом нету. Слабовато. Удар получился. Дэйви неплохо заменяет Дивайна на грани офсайда передачи. Уууу. Это левая Джебисона. Очень плохо. Контр-атака от Транмера. Входит в штрафную игроки. Никто не кроет от защитников. Мелкий хорош Меллар. Так и заканчивается встреча 2-0. Первая победа Бримсдаун Роверс. Полностью переграли своих оппонентам 8-4 по ударам. Следующая встреча против клуба Карлайл Юнайтед. Один из лидеров чемпионата. А вот выносливость команды оставляет желать лучшего. Но как-то будем выкручиваться. Третий комплект формы. Деннис. Передача на Патрика. Как он обошел защиту. 1-0 на седьмой минуте. Запутались два центральных. Дивайн. Заброс на Джебисона. Оффсайд поднимает судья. Нет, это не гол. Беллингем отлично выиграл верх на Чуку. И тот мощный удар. Но как же криво. С ударами проблемы. Деннис опять отдает на Патрика. И опять два защитника прострали центр. Он от них как от стоячих уходит. 2-0. Патрика не могут остановить защитники Бримсдауна. Все это выглядит достаточно удручающе. Очередная атака Карлайла. Вновь Патрик. И ой, зря финты заложил в защитников. Патрика попадает. Деннис. И опять Патрик 1. Это по-моему третья голевая передача от Денниса на Патрика. Хет-трик от этого игрока. Он просто уничтожил Бримсдаун в этом матче. Трансферный бюджет остался всего 1 миллион фунтов. А Бримсдаун идет на 17 строчке. Одна победа, два поражения. Мелор, Мелор. 171 сантиметр. 68 килограмм. Вратарь. Понятно. Типа Кампаса. Если кто-то знает такого. Не худший результат, но очень близко к этому. Следующая игра против команды Стокпорт. Ну как же плохо со стаминой у игроков. Это прям беда какая-то. Но будем терпеть до последнего. Отличный заброс на правый фланг. Стокпорт в атаке. Защитник немного сместился, чтобы перекрыть других. Ой-ой-ой. Мелор от штанги. Опять чуть не залетел мяч. Дивайн на Джебисон. То достаточно крупный, чтобы у него забрали просто так мяч. На левый фланг уходит передача. Центр штрафной. Возможность забить. Ух. Прямо во вратаря прилетело. Атака от Стокпорта. Отличная возможность и местоположение. Да. Маленький вратарь наш не дотягивается. И не то, чтобы удар был сильный, но рост играет свою роль. Джебисон на левый фланг. Там Нейлор. Есть возможность отдать передачу или забить самому. Прямо во вратаря влупил. 72-ая минута. Подача от Стокпорта. Головой ух перекладина. Пока что Стокпорт под конец доминирует. И это возможность еще забить. Повезло, что передачу не отдал. Заканчивается встреча в атаке. Стокпорта в защитника попадает мяч. И еще раз Мелор спасает. Ну что можно сказать? Нас полностью раздавили. 2-8 по ударам. Не будем на этом заострять внимание. Тут более-менее игроки восстановились. И у нас встреча против Крю Александра. А у них еще и играет какой-то Конор Томас. Который 4 мяча в 3 последних матчах забил. Не хватало на нашу голову только хорошего бомбардира. Весь матч полный тухляк. Дивайн. Уже 80-ая минута. Беллингем на Джебисона. Отличная перепасовочка. Джебисон на 1-0. 82-ая минута. Наконец-то Бримсдаун отличился. Пас в штрафную. Там опять Джебисон во вратаря попадает. Так и сейчас добивает прямо в штангу. Но тем не менее это приносит очки. Бримсдаун побеждает Крю Александра. Несмотря на то, что в матче почти не было опасных моментов. Защитой надо что-то делать. Поэтому следующее приобретение на последние деньги. Это Эшли Филлипс из Blackburn Rovers. 600 тысяч фунтов. Да рейтинг маленький. Но у него более-менее есть скорость и потенциал. Тем более он англичанин. На Малиновский, который сейчас в защите. Он поляк и он нам не нужен. Проверим нового защитника в действии. Встреча против Уолсал. Болельщики в предвкушении, чтобы посмотреть на нового игрока, видимо. Дивайн на правой фланг. Они отлично с Гордоном взаимодействуют. Пас в штрафную. Там Джебисон открывает счет. Хорош этот игрок. Я от него ожидал достаточно меньше. Он еще и с левой смог забить. У него две звезды на левой ноге. Хатчинсон. Передача в штрафную. Там он один. Остался игрок. Да, один-один у Уолсал. Стивенс не промахнулся. 57-ая минута. Чука на Беллингема. Никто его не встречает. Удар в дальний угол. Хорош джоб. 2-1 Бримсдаун вновь повел. Лэй прорывается по левому флангу. Никто из защитников к его не может догнать. Удар в ближний угол. Голкипер затащил. Филлипс в атаку подключается. Тут Чука пробьет. Ну, понятно. Уолсал хочет сравнять. 75 минут уже прошло. Мэтт. Наш мелкий спасает. Разыгрывает угловой. Опять Стивенс получает мяч штрафной. Ух, Мэллор. Хатчинсон штрафную. Пас на Мэтта. Ух, какой момент. Хорошо, что мимо. Уолсал не забил почти 100% момент. И не смог зацепиться за 1 очко. 2-1 Бримсдаун побеждает. И это дает возможность команде подняться уже на 13-ую строчку с 9 очками. 3 победы и 3 поражения. После 6 встреч. Лидером на данный момент является Вимблдон с 16-ю очками. Джебисон за 5 игр забил 3 мяча. Очень важные голы. И я бы не сказал, что это мало. И Беллингем меня, кстати, очень радует. В центре поля он прям хорош. Ну, а на этом все. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok